Во время летних каникул школьники Октябрьской области осваивают новую технику карвинга. Юных умельцев из города Алга учат вырезать скульптуры из грифеля, карандаша, делать композиции на яичной скорлупе и собирать мотоциклы из картона. Необычные работы оценила и наш корреспондент Лайла Уэсова. Искусство на кончике карандаша. В коллекции юных скульпторов есть миниатюрная дамбра, скрипка и даже эйфелева башня, вырезанные из грифеля. Особо тонкую работу приходится делать под микроскопом. Почти ювелирное мастерство требует терпения и усидчивости, признается Павел Гришин. Первая моя работа был маленький миниатюрный топорик. Его я делал дня три из металла и дерева, ну как обычный топор. Выпускник детского дома мечтает пойти по стопам своего наставника. Алтымбек Сейдалиев работает учителем труда в четвертой школе. В свободное время ведет кружок. Во время каникул здесь особенно многолюдно. Сейчас ребята осваивают новую технику карвинга, так называемый грин-арт. Мы берем не высушенные листья, а замоченные в чайном настое и подвяленные между страницами. После обозначения рисунка верхний слой снимается лезвием. Затем идет растушевка, штриховка, шлифовка, промывка. Затем листок прессуется и ламинируется. Это очень интересная техника. Юные умельцы работают и с картоном. Из него создают макромодели мотоциклов. Ямаху Павел собирал полгода. Труд мальчика не пропал даром. Его работу по праву признали лучшей в городском конкурсе творческих проектов. Впереди целое лето, а это значит, что октябинские ребята успеют создать еще множество уникальных работ из, казалось бы, обычных материалов. Лейла Уэсова, Блатмулды Галиев, Айбек Даутов. Из Актюбинской области.